Приветствую вас! Меня зовут Александр Кызе. Перед вами асинхронный мотор, выполненный по схеме предложенной Дуеновым Дмитрием Александровичем, так называемая Слоянка. Дмитрий Александрович продвигает, как может, эту тему. Рассказывая о преимуществах в совмещенных обмотках, он упомянул о дополнительных 40% экономии электроэнергии. Но откуда они берутся, умалчивают. Итак, официальная наука утверждает следующее. Асинхронная машина – электрическая машина переменного тока, частота вращения которой не равна частоте вращения магнитного поля, создаваемая током обмотка в статах. То есть частота вращения ротора чуть меньше частоты вращения магнитного поля. Эта разница частот называется частотой скольжения. В нормальных моторах частота скольжения варьирует от 2 до 10%. Теперь давайте посмотрим, как работает асинхронный мотор с перемотанной обмоткой и разберемся, откуда берутся эти дополнительные 40% экономии. Так, перед вами, значит, сам мотор. Сейчас сниму крышечку, покажу. Значит, здесь 12 катушек. Катушки по очереди намотаны звезда, треугольник, звезда, треугольник. Соединены. То есть намотаны они с коэффициентом 1,73. Проверяется это, что правильно намотки. Вы по очереди включаете каждую, например, звезду соединения с звездой. Вот они тут выходов у меня по 2 на каждой. В конце я их соединил. Ну и чтобы одинаковые параметры были. Там и там скорость вращения, потребление тока. Ну и все это должно быть одинаково. Если все попадает, то, значит, вы все правильно намотали. Значит, сам статор. Белящая клетка. В ней 14 сегментов. Как раз и подходит под эти 12 катушек. То есть здесь автоматом получается тот самый сдвиг фаз на 30 градусов между звездой и треугольником. Это очень важно. Иначе не будет работать мотор нормально. Значит, питается он от трех фаз от распределительного коллектора. Вот этот распределительный коллектор. От него идут три фазы на мотор. Значит, на распределительный коллектор идет слатероток через диодный мост, фильтра, амперметр, вольтметр. Значит, вот эти конденсаторы нужны для того, чтобы гасить искрение на щетках. Сам распределительный коллектор приводится в действие мотором, который питается от блока питания. То есть таким образом мы можем менять частоту, то есть увеличивая или уменьшая скорость вращения мотора. Тем самым мы регулируем скорость вращения асинхронного объектива. Вот. Сейчас я разберу распределительный коллектор и покажу, что там внутри. Итак, я разобрал распределительный коллектор. Значит, выглядит он следующим образом. Железяка. На ней коллектор. Больше тут ничего нет. Обмотки. Ой, обмотки я вытащил. Значит, сейчас покажу эту крышку. На крышке три съемные щетки и две подающие. То есть вот эти съемные на каждую фазу. Это подающий плюс-минус. Значит, на что надо обратить внимание. На коллекторе, значит, у нас получается семь положительных ламелей, семь отрицательных. Ну, плюс-минус, да? И между ними 14 нулевых. Это получается, на один оборот, на один оборот этого распределительного коллектора он выдает 7 Гц. 7 импульсов. Значит, на беличьей клетке то же самое, 14, как и здесь. То есть, на... Чтобы сравнивать частоту проскальзывания, там смотреть, то есть здесь по классике должно быть... Вообще он должен запаздывать немножко, но если предположить, что он не будет запаздывать, то он должен крутиться с одинаковой скоростью. То есть, что здесь один оборот в секунду, что это должен крутиться один оборот в секунду. Мерить мы будем такой штукой. Скорость вращения. И здесь, и там. И смотреть, насколько он проскальзывает. Ну, и вообще, с мотором сразу скажу, что он получился. Ротор, конечно, получился хорошо получился. Такой массивный. Здесь провод 14 квадратов. Там припаяно все. То есть, шикарно беличьей клетки. Хорошо здесь пропаяно, все, ничего не отваливается. Жестко. Сколько я угонял, он так и, ну, не развалился. Короче, все нормально. Вот. Ну, все. Сейчас я назад все соберу, и мы начнем эксперимент. Да, забыл сказать. Значит, КПД этого мотора, то есть, не то, что славянки, а вот данной конструкции, ну, не особо связано с тем, что очень большие зазоры между статором и лотером. Видно, да? Тут просто с одной стороны смещены, здесь по-польше, ну, так как колхозный вариант экспериментальный. Так получилось. Значит, но на холостом на скольжении, ну, просто помедленнее набирает обороты, чем должен, дольше. Ну, рано или поздно выходит на номинал, и все нормально. Мы будем проверять все на холостом, просто, чтобы увидеть этот эффект, не обязательно его грузить. Ну, все. Спасибо. И так, я вроде все подсоединил, все работает, значит, здесь для съема оборотов приклеены вот такие штучки, вот, вот эти вот, наклеечки не специальные, продаются с этой, вот этой штукой, обороты метра. Вот, по одной. Видно, что она одна. Здесь наматывали, также есть. Сверху одна. И снизу одна. Для чего вторая, потому что я показывал одному товарищу, он сказал, что эти вещи происходят только из того, что этот вал колеблется, типа. Сверху немножко мотыляет, а снизу ровно. Поэтому я приклеил снизу. Но разницы нету, что там меряешь, что здесь нет. Это я специально для товарища приклеил, так что, обращайте внимание. Буду мерить, ну, как получится, то сверху, то есть, а, и там, и там буду мерить. Вы тоже увидели. Так, ну все, вроде можно выпускать. Значит, включаем блок питания. И у нас распределительный коллектор завращался. На мотор пока ноль потребления, еще не включен. Вот амперметр. Вот. Включаем. Клатор. Появился чуток 3 ампера дал я пока 13 вольт. Началось вращение. Значит, ток поднимаю до 4 ампер. Ну, напряжение у нас растет. Вращение увеличивается. Что самое интересное, по синхронике, я никогда не занимался синхрониками, я видел по барабану, что вы тормозите, то есть, топ он незначительно вырастает. Что он работает? Нету такого, который он только зашкалил. Он этого не боится. Так, ну давайте смотреть. Значит, что у нас получилось. Значит, при вращении воспроизводительного коллектора со скоростью вот, 390 где-то мотор вращается со скоростью 215. То есть, проскальзывание присутствует. Все нормально пока. того же зазор большой, там это нормально. Он постепенно будет убирать, набирать обороты. Что-то плавает. напряжение упало. Так. Теперь, значит, дальше. Мы поднимаем частоту вращения. Мотор начал крутиться быстрее. Внимаем ток. Здесь можно и больше. Мотор до 8 ампер. Просто коллектор не выдержит. Все-таки все нагреются и выскочат. Значит, меряем. Значит, на коллекторе. 697. На моторе. 658. Здесь уже почти выровняется. еще раз. Здесь. 513. 520. Здесь. Набирают обороты потихоньку. И как дальше? Еще поднимаемся. Поднимаемся. мотор вращается быстрее. Но чтобы было легче, мы поднимем ток. Стручивый за бристрак. Смеряем обороты. 1070. 1080. Где-то. Дорога на моторе. Опа! А вот и чудеса начались. С каких-то оборотов, какой-то чистоты и чудеса. Вот если я сейчас уменьшу где-то немножечко я уменьшу обороты, вот так вот сделаю. Они будут одинаковые. 900. Немножко наверное мушек будет поднять будет. Да. Нет. Он уже раскрутился. Можно его тормознуть чуть-чуть. Будет набирать обороты. Набирают все равно. Надо еще немножко. Ну ладно. То есть уже видно, что обороты больше. Такого перепута хотя должен траткать быть. Поднимаем защиту такой. Смотрим обороты. Обороты мотора. Уже почти 1500. Еще раз. 1300. Здесь 1500. Ну почти. Немножко плаваю. Поднимаем щекот. А, ток забыл идти поднять. Поднимаем щекот. Смотрим обороты, здесь 1536, 20, ну, 1530 где-то. Здесь смотрим, 1800, тут разница растет, внимательно все скатывает. Смотрим. 1930. Смотрим здесь. Вверх, 2380, 239. Сверху, ну, что же самое пошло. 2400, набирает он обороты, 2400. Так, подзвёк он у меня. Держать надо, может поднимаем еще вот, как у нас. Верно. 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 2400. Без оборотов Три вещи Сейчас еще только прибавлю и все выручу Уже вошел номинал Вот они И вот так вот Здесь 2,400, 2,500 Здесь 3,200,5 Можно, конечно, не выше поднять Но здесь главное было показать Те происторию На каком процедуре Речи не идет Получается Ротор Не запаздывает А опережает Магнитное поле Таким образом Дмитрий Александрович Дуенов Вольно или невольно Продвигает Альтернативную энергетику Респект вам и уважает Респект вам и уважает Значит Разницу сейчас я выключу Посчитаю по роликам Потому что надо было записывать все Во сколько раз В процентном соотношении Увеличивается обороты Вот Почему это происходит Трудно сказать Дмитрий Александрович знает У меня только догадки Но здесь прямая аналогия с ритмодинамикой Что-то связано с частотами Так что Юрий Акни Юрий Николаевич Иванов Он в этой теме конечно Гуру Еще хочу сказать что Разница Между моторами Дуенова И моторами Шкондина Незначительная Потому что в принципе Тему они Обсасывают Одну и ту же Просто Разный конструктив То есть вот эти эффекты С частотами Они присутствуют и в Шкондина моторе И в моторе Дуенова То есть это как бы конкуренты Получается что Дуенов занимается Асинхронными машинами А Шкондин занимается Электромагнитными моторами Вот Ну сегодня Ролик про Дуенову Поэтому я не буду Шкондину Усволить Вот так вот Спасибо за внимание Значит Посмотрел я ролики Переписал все данные Получился вот Приблизительно Такая вот Таблица Значит Здесь Запаздывает На сколько процентов При старте было Потом В лимине Выравнивается А потом начинает Опережать На сколько процентов Последняя цифра Это 30 процентов Опережения То есть У Дуенова Получалось 40 Ну я не буду Таких оборотов Поднимать Но смысл понятен Откуда берутся Эти дополнительные Дополнительные Экономии Электроэнергии Вот И все Спасибо большое Что досмотрели Ролик до конца Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok